Ребят, всем привет! Как ни странно, но самая непопулярная услуга это детальный осмотр одного автомобиля, которое, кстати, заканчивается далеко не всегда полным осмотром автомобилем. И услуга эта половинница пополам и получается самая дешевая среди того, что мы предоставляем. Для примера хочу показать одну Octavio, машина 2018 года с очень примечательной ценой, что-то там в районе 14 тысяч долларов, 1.4 бензин и с заявленным пробегом в 97 тысяч километров. Бывает ли так? Давайте посмотрим. 15 сентября. Да, 15-я. Шкода Octavia. Ну, визуально она очень неплохая. Значит, из минусов. Чего сразу бросилось в глаза, у нее крашено вот это вот крыло. Причем сделано оно очень ужасно. Сделано оно плохо и парень этого не скрывает. Он сразу сказал, что он поменял здесь крыло, поменял здесь лобовое стекло. Фара здесь вот эта не его. Фара здесь смененная. Теперь приблизительно понятно, почему такая стоимость этого автомобиля в нее была ремонтирована. С одной стороны, причем не очень качественно, это было видно даже без толщиномера, ремонтирована. Ну, окей, смотрим дальше. А так, в общем-то, по ошибкам, пока читаем, я уже видел, что там здесь были какие-то пропуски зажигания. Скорее всего, здесь точно менялись катушки зажигания. Возможно, из-за этого были пропуски. Так, по капоту. Более-менее все ровненько. Крыло. Крыло сделано... Так, не очень. Тут даже видно, что у него и лак уже потускнелый. Пытались его полировать, заполировали. И, в общем-то, основной удар был вот здесь. И, соответственно, сейчас мы посмотрим. Да, высмерть заполированная. Ну, а так, в общем-то, еще вопросы по заднему бамперу. И больше здесь никаких вопросов нет. Я все равно везде все прощелкаю. Я уже предварительно прошел эту машину, просмотрел. Уплотнителем. Стоят они ровненько, стоят они на месте. Все с ними хорошо по проемам. Стоит здесь установка газ-метан. Метан – это природный газ, это не пропан. Очень часто люди путают. Такие газовые заправки у нас есть. Имеется в виду и в Украине, и в Киеве. Да и, в принципе, в разных регионах. Но они не очень популярны. И тут сам принцип этого газа, он отличается от пропана. Здесь более высокое давление. Здесь измеряется он уже не в литрах, а в килограммах. И вообще, тут совершенно другое оборудование. Ничего одинакового, ничего похожего нет. Значит, были у меня легкие сомнения. Сейчас сразу покажу. Я очень не уверен, что камера передаст. Такое впечатление, что он здесь вот крашен. Но я посмотрел со всех сторон, следов покраски я не увидел. Элементы здесь вообще никакие не отнимались. Все с ними хорошо. В багажник сейчас попробуем заглянуть. Эх, неудобно одной рукой. Ай, вот оно, счастье, спасибо. Это уже улучайзинг. Без понятия. Возможно. Компрессор есть. А фаркоп у нее не живет здесь, да? Нет. Пена и компрессор есть. Ну, это стандартный набор, где нет запаски. Везде есть пена и компрессор. Бантер у него крашеный. Крашеный тоже не лучшим образом. Вот есть легкие тому свидетельства. Под лаком всякий мусор. Но, кстати, немного. Вот тоже есть такие легкие кратеры. Это когда образовывались пузыри, потом они лопаются и получается беда. А так, в общем-то, больше крашеных элементов у нее нет. Что у нее с пробегом? Сейчас будем смотреть. Я пока подключился. Пока оно все читает, я быстренько пробегусь по показаниям. Потому как нас здесь парень любезно меня пригласил на парковку. А с этим не согласна охрана. И охрана пытается все время гонять ту машину, которая здесь нет. Так, сейчас еще здесь контрольный. И перейдем уже и по дверям тоже я забыл. И перейдем уже непосредственно к ошибкам. Какие-то ошибки там активные, какие-то пассивные. Могу уже сразу сказать, что по такому количеству... И крыло еще, по-моему, да. А по такому количеству ошибок эта история у него не очищена. История у него большая. И поэтому все здесь будет написано, все будет расписано. Не попало на видео, потому что в тот момент у меня сел аккумулятор на камере. Но есть на видео отверстие на приборке из-за того, что там что-то стояло. По официальной версии там стоял GPS-навигатор. Но у меня есть подозрение, что это машина после такси. Но такси с 97 тысяч очень маловероятно. По пробегу. Значит, заявлено здесь 90 тысяч. На самом деле с 265 тысяч километров. И по ошибкам здесь, ну, на самом деле их просто дофигища. Ну, вот и докопались. Почему это столь низкая цена? Хотя, скажу откровенно, эта цена в таком формате, при таких раскладах, ну, нереально завышенная. Потому что машина после такси, машина битая, с пробегом почти 300 тысяч. А для двигателя в 1.4 вот он столько еще не проездит. То есть есть моторы, которые запросто еще проездят и 200, и 300 тысяч, но не 1.4. То есть 1.4 это, грубо говоря, как 1.2, только 1.4. Он не такой, вах, классный, как про него рассказывают. Очень легкое подрухивание у него есть. То есть не совсем он ровно работает. Хотя, если включить кондиционер, то выравнивается обороты и двигатель работает ровно. Ну, он и так ровно работает. Легкая такая детонация идет тогда, когда положить он сверху, допустим, руку. И тогда чувствуется, что он не совсем равномерно работает. Но оно настолько легкое, что его, в принципе, даже практически незаметно. Возможно, свечи надо поменять. Возможно, еще что-то. Потому что то, что катушки здесь менялись, я вижу. Вот, также здесь сидение чуть-чуть потерто. Не совсем на 90 тысяч, а вот на 265. Так, дальше по активным ошибкам. Везде электропитание слишком низкое, непостоянно, неподтвержденная ошибка. Так, дальше. Ограничение работы блока из-за слишком низкого напряжения. Так, электроника тормозной системы, слишком низкое напряжение. Здесь важно сделать одно отступление в формате «Как сложно найти автомобиль не со скрученным пробегом?». Парадигма в том, что в нашей стране крутят все. И дорогие автомобили, и недорогие. Потому что, ну вот, психологический барьер до 100 тысяч, до 200 тысяч. У нас в Украине, ну, как-то очень тяжело продать машину с пробегом в 300 тысяч, в 400 тысяч. Он ее привез со Швеции. Вы ГРМ здесь меняли, не меняли? Да, не менял. Ну, он не менял, потому что он ее пригнал, отремонтировал и продает. И важно понимать, что автомобиль из Европы – это среднестатистический пробег от 20 до 30 тысяч километров в год. Иногда больше, иногда меньше. Но среднестатистическая цифра такая. Это я к чему все рассказываю. Когда говорят, мне нужна машина 2007 года с пробегом до 100 тысяч километров. И я понимаю, что это будет либо музейный эксплуат, который стоит дорого, ну, либо же такой машины не будет. Обманывать людей я не привык. Поэтому очень маловероятно, что мы найдем такую машину с пробегом до 100 тысяч. С учетом того, что вот на сегодняшнем примере машине практически 300, а ей еще нету двух лет. Ну, так, в общем-то, двери здесь не отнимались. Я посмотрел, все двери в нее на месте. Я думаю, что это была машина для одного водителя. Скорее даже, наверное, был какой-то, чей-то спецтранспорт, наверное. А так, в общем-то, даже и не заезженная. Тут было бы классно ее все-таки глянуть снизу. То есть, смысл в чем? Если у вас есть такой моральный порог прохождения того, что у нее больше, чем заявлено, то да, мы ее можем смотреть дальше. Если есть какие-то варианты те, которые будут вас, откровенно говоря, отталкивать среди того, что я уже рассказал, то тут уже проще отойти от этой машины в пользу другой. Но, опять-таки, ценник для машины 2018 года, ну, у нее реально такой сладенький. Я обычно к большому пробегу отношусь нормально. Но в сочетании цена-качество автомобиля. То есть, если при таких условиях, что при большом пробеге все-таки будут скорые вложения в автомобиль, но он еще при этом проездит нормально, но цена завышена, то я к этому отношусь очень негативно. А если найденный скрученный пробег, это все-таки как минимум повод для хорошего торга. И если он происходит, то тогда это уже совершенно можно посмотреть на эту историю под другим углом. Хотя, как показывает практика, когда человеку говоришь, чувак, у тебя скручено 200 тысяч, это дорого. Либо, ой, цены я, я не знав, или же другая ситуация. Слушай, эта машина все равно продастся, мне все равно, не ты, так другой. И самое печальное, что это действительно так. Ребят, если вы ищете автомобиль действительно с небольшим пробегом, просто понимаете, что время на поиске такого автомобиля, оно может увеличиться. И не всегда получается найти в вашем формате какую-то конкретную модель на данный момент времени с небольшим пробегом. Я вот не могу одного понять. Я когда снимаю на тему не автоподбора, смотрят очень мало людей. А когда снимаешь автоподбор, то очень много смотрят. У меня вопрос, неужели вот 54 тысячи человек, которые есть, это те люди, которым интересна техническая часть, те люди, которые автоподборщики или же занимаются куплей-продажей автомобилей. Ребят, если это так, напишите в комментариях, я буду снимать техническую часть автомобиля. Потому как на мое восприятие показать нечто интересное, но тоже на автомобильную тему, оно почему-то не заходит. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok